Космос В этой книге необычно все. С одной стороны, конечно, может быть, не так много людей знают поименно всех героев космоса и всех полетевших, всех достигших каких-то необычайных открытий, высот в этой профессии и всех погибших на этом страшном пути. Не все сейчас могут назвать, кто из наших космонавтов летал в космос. Но о Константине Феоктистове вам нужно знать одно. Это первый полетевший в космос инженер-конструктор космических аппаратов. Не надо забывать, что и Гагарин, и остальные были военными. И прежде всего, они имели высшее военное образование, они не конструировали те космические корабли, которые люди делали на Земле, чтобы потом им, вот этим вот железком, доверить жизни космонавтов. И, собственно говоря, успех и престиж своей родины. Так вот, Феоктистов был первым конструктором, который не просто участвовал на всех стадиях в изготовлении этих уникальных аппаратов советских космических кораблей. Он и полетел, проверяя на собственном опыте, насколько у него удачно, скажем, получились конструкторские решения. Кроме того, эта книга является полноценными воспоминаниями, мемуарами, полными портретов людей, современников, знаменитых личностей, с которыми он общался. Коллег, может быть, противников, да, потому что каждое конструктивное решение имело собственных сторонников и противников. Стояли насмерть, бились, обсуждали, ломали копья, изводили гигантское количество усилий на расчеты, да, на оправдание собственных теорий и гипотез. Это очень сложный, мучительный процесс, который показан в этой книге во всем своем драматизме. Но помимо воспоминаний, собственно, о годах работы в конструкторском бюро, книга рассказывает о всей жизни Константина Феоктистова. Мы несколько забываем, что помимо того, что нас интересует больше всего, у таких людей, кроме полета в космос, была еще и биография до и после. Биография до – это отдельная история, я скажу только два слова о ней. Феоктистов мало того, что был мальчишкой в осажденном Киеве, он помогал партизанам, его поймали фашисты, его расстреляли, пуля чудом прошла сквозь шею, не задев ни одной артерии. И он потом уже выбрался, значит, его расстреливали на краю обрыва, он спасся, сбежал к партизанам и уже дожидался освобождения города. Это фантастические совершенно истории и очень драматичные события, они не оставят равнодушными никакого читателя. Вот герой этой биографии выучился на инженера, его мечтой было полететь в космос. И он бегло хотя бы пунктирно, но рассказывается о всех тех людях, которые вместе с ним летали. Он говорит о Гагарине, прочитайте обязательно это место, это очень незаурядное описание, в целом очень благожелательно, но говорит о том, что это хитрый был мужичок, хитрый, конечно, да. Вот какая-то такая вот себе на уме, он умел угнуться вовремя, он умел что-то сказать вовремя. Он вспоминает о Королеве, он вспоминает о Королеве на многих страницах книги и вспоминает как взлеты его отношений с Королевым, да, когда они шли одним курсом, когда Королев принимал, например, его сторону в сложнейших конструкторских спорах и когда он был на его стороне и, соответственно, продвигал его проекты. И когда у них было охлаждение в отношениях, да, он вспоминает о других космонавтах, о других инженерах, которые проектировали космические аппараты. Каждое, каждое мельчайшее решение, все мы помним, да, два анекдота известных, что огромные суммы были потрачены на то, чтобы изобрести ручку, которая сможет писать в невесомости. У которой паста, значит, соответственно, будет прокатываться шариком, да, вот ручку шарикую, да, которая будет писать в невесомости, да. В результате что? Правильно в невесомости пишут карандашом. Вот. И второй анекдот, когда высаживались на Луну и в ужасе астронавт... Я просто не помню деталей, это не из этой книги, поэтому могу себе позволить некую необязательность в истории. Астронавт в ужасе сообщил Центру управления полетами о том, что он ничего не видит, стекло, стекло шлема запотело, ничего не видит, критическая ситуация, секунды решают все. То есть, если он сейчас не поймет, что ему делать и как ему делать, то случится трагедия, да. Неизвестный гений из Центра управления полетов, оператор, сказал слова, которые застались на пленке и запомнились всем. Он сказал, протри стекло носом. И это спасло полет. Так вот, если говорить о книге Константина Феоктистова, то все было совсем не так удачно и весело всегда. Скажем, он рассказывает драматичнейшую историю проектирования стыковочных узлов и процесса стыковки. Потому что изначально было несколько вариантов. Тут была и некая петля, которая должна была обхватывать за специальные разъемы, модуль, да, и притягивать его, ну, наподобие Ласса, притягивать его к станции космической. Это очевидное решение, которое напрашивается просто исходя из бытовых наших представлений, да. Захват манипулятором, стыковка сближения, значит, в полуавтоматическом режиме все это проектировалось. Несколько было вариантов, да. Так вот, в космосе, в невесомости этот вариант, например, с петлей манипулятором, они нереализуемы, на самом деле, на том этапе были. И Феоктистов доказывает это, а сколько копий было сломано, какие страдания были причинены друг другу, потому что все конструкторы отстаивали свою правоту. И зачастую отбиралось множество вариантов, после которых было возвращение мучительное к первоначальному варианту, да. То есть, вот это на самом деле история человеческой мысли в ее живом биении. И эта книга Константина Феоктистова лучше всего показывает, какие усилия потрачены на, помимо истории подвига, да, человеческого подвига, истории незаурядной жизни, эта книга показывает о том, как движется человеческая мысль, какие усилия потрачены на завоевание тех космических достижений, которые мы имели. Ну и о названии. Зато мы делали ракеты. Конечно, из заголовка книги понятно, что автор отстаивает позицию, в которой чутко озвучено. Все было не зря. То, чего мы добились, благодаря, может быть, чудовищным усилиям и жертвам, благодаря чудовищной несправедливости, которая часто обрушивалась на очень творческих, очень способных людей. Вот она об этом тоже пишет в книге. Все это было не зря. Благодаря гонке вооружений, благодаря соперничеству сфер держав был достигнут настоящий прорыв. И сейчас мы им пользуемся. Как пользуемся? Да очень просто. Разумеется, я записал это видео, разумеется, я загрузил его на YouTube, разумеется, вы его смотрите. А это значит, что летают спутники, работает космическая связь, происходит все то, чего добилось человечество в новой эре, да, в эре космической. Вот книга Константина Феоктистова, она многому учит. И недаром последнюю главу в этой книге он посвятил своим прогнозам и опасениям по поводу судьбы деятельности человечества в целом, ни много ни мало на нашей планете, и судьбы научного пути человечества. Конечно, он был озабочен экологией, конечно, он писал об грядущей экологической катастрофе, не все его прогнозы сбываются, но загляните в эту главу обязательно отдельно. А уже тогда те люди, которые видели нашу планету так, как не можем на нее посмотреть мы, только на телеэкране, которые видели ее всю, целиком, с орбиты, уже тогда люди понимали, что можно сильно испортить жизнь себе и своим потомкам, и очень легко это сделать. В общем, читайте книга обогатила меня лично знанием огромного числа подробностей того, как именно создавались космические аппараты. Еще раз повторюсь, это был первый именно конструктор в космосе, который опытным путем проверял все достоинства своих решений. Потому что в чертежах, пока оно все в чертежах, это одно. Когда оно уже летит, и когда ему доверены судьбы тысяч людей, да, и огромная ответственность, это совсем другое. Ну, все это понимали, и вот все эти мучения и размышления, они тоже переданы на страницах книги. А также книга, конечно, вдохновила меня читать специальную литературу, поскольку феоктистов редчайший случай, в сущности, для специалиста, для технаря и для мемуариста, редчайший случай, он умеет доступными словами описать довольно сложные вещи. И по расчетной части, и по биографическое отношение между людьми, все как-то становится на свои места. Вот если будете читать литературу о деятелях советского космоса, если будете читать или смотреть фильмы о Королеве, вам обязательно вспомнится книга Константина Феоктистова «Зато мы делали ракеты». Книжка, конечно, потрясающая. Спасибо, читайте, наслаждайтесь. Продолжение следует...